физкульт привет друзья сегодня поговорим о том что нужно для тайского бокса какая экипировка и какой инвентарь нужен если вы пошли на занятия вам тренер обязательно выдаст список товаров которые нужны будут для занятий на тренировках и начнем самого главного это наверное сумка которая будет у вас и в которой вы сможете собрать все необходимое сумку берите по размерам минимум 50 лучше 60 сантиметров высотой где-то сантиметров 30 на 30 это минимальный размер потому как тайская экипировка очень массивная габаритная особенно накладки на ноги не нужны итак поехали сперва вам нужен обязательно шлем чтобы защитить вашу голову шлем будет вот либо классический либо вот такой тренировочный шлема бывают двух типов для соревнований у вас будет использоваться вот такой классический шлем но для тренировок можете брать вот такого плана закрытый шлем в чем у них отличие этот шлем с хорошим обзором то есть вам ничего не перекрывает видимость не ноги не руки соперника вы хорошо видите у вас хорошая защита закрыта макушка от ударов ногами закрыт затылок здесь тоже мягкие накладки и он хорошо сидит на голове хорошо фиксируется они бывают в трех размерах m lxl подбираются они по возрасту ребенка и по окружности головы отдельное видео как выбирать шлем будет у нас на канале сможете ссылочки посмотреть в описании под этим видео либо вот такой закрытый шлем тренировочный также можете его брать нас на тренировки по тайскому боксу но здесь нужно учесть тот факт что шлем имеет как плюсы так и минусы к плюсам относится хорошая степень защиты это закрытая макушка закрытый затылок подбородок щеки то есть нос у вас практически утоплен то есть он закрыт и меньше минимальное количество будет у вас попадание точнее травм на свой перегородки но есть нюансы то есть к минусам можно отнести плохой обзор опять же из-за этих щек то есть нижний уровень соперника вы плохо видите то есть либо вам нужно голову держать постоянно в определенном ракурсе то есть чтобы вы видели четко ноги но тогда вы теряете руки и он плохо несмотря на то что он вроде бы как кажется да что он хорошо облегает голову он плохо сидит на голове то есть он прокручивается во время спарринга особенно когда идет клинч захват он ездит по голове и нужно постоянно поправлять какой шлем выбирать это уже решать вам но мои рекомендации все-таки взять обычный классический открытый шлем для тренировок кстати шлем подойдет не обязательно брать кожаный можно взять виниловый он не такая большая нагрузка но у шлема как на перчатке накладки поэтому шлем виниловый не кожзам а именно винил материал это что-то среднее между кожзамом и кожей он будет хорошо ходить и служить вам ну минимум года 3-4 это при трехразовых тренировках в неделю далее помимо шлема вам нужны обязательно боксерские перчатки как выбрать боксерские перчатки у нас есть видео на канале ссылочка будет тоже в описании под этим видео перчатки выбираете любительские то есть они отличаются от боевых перчаток тем что у них кулак не довернут то есть вам приходится немножко прикладывать усилия чтобы его довернуть и палец практически прямой это сделано для того чтобы не наносить нокаутирующих ударов сопернику потому как это всего лишь тренировка они в основном идут на липучках но смотрите чтобы кантики вот эти вот были закрыты то есть и желательно чтобы не было вот этих лейб которые здесь вот кантик должен быть прострочен закрыт здесь никаких лейб не должно быть также вам пригодится жилет вот такой тренировочный защита корпуса его одевают ребята на спарринги и как раз можно работать в полный контакт в полную силу чтобы не наносить травм своему сопернику жилет обязателен в некоторых клубах их выдают но лучше иметь конечно свой потому как он будет именно под ваш размер грудной клетки подогнан и соответственно он будет дольше служить и в хорошем состоянии то есть липучки будут нормальные не затертые не порваны и нужен обязательно вот такой жилет а бинты бывают трех видов это бинты с эластаном эластичные которые немного тянутся есть бинты хэбэшные которые не тянутся и есть бинты гелевые называются бинты перчатки то есть они одеваются на руку и не нужно вам бинтоваться но лучше всего использовать классические стандартные бинты тайцы бинтуются чуть больше более плотно и больше бинтов наносится на кисть чем обычный боксер поэтому тут рекомендую брать от трех метров до пяти метров смотря каким стилем бинтования вы будете бинтовать кисть обязательно защита паха защита паха подбирается она одевается вот трусиками либо на трусы либо под то есть место трусов и она есть в четырех размерах sml xl подбирается по весу спортсмена и по росту она состоит из вот такой пластиковой накладки силиконовый бортик по краям чтобы не давить и не натирать в паху и соответственно это все есть также женская накладка на пах если девушки занимаются вот они используют такую женскую защиту паха девушки еще использую защиту груди специальную именно для женщин защита ног бывает также двух типов это чулочная и на липучках чулочная защита выглядит как носок вот она вот такого образца как носок одевается чулком здесь она имеет плотный такой накладки закрывает голень и закрывая часть стопы причем обратите внимание что стопу она не должна обязательно закрывать полностью то есть она не должна закрывать прям пальцы чулочная вот защита ну это просто не получится потому что она будет в конце у вас болтаться то есть она пальцы не закрывает задача ее перекрыть ударную часть голени вот то есть она даже не обязательно должна быть до колена это уже слишком большой размер таких в принципе нет даже xl к она все равно если для взрослого берете оставляет чуть-чуть место под коленной чашечкой и вот такая вот защита уже более улучшенная защита голеностопа то есть в чем ее преимущество во первых она идет гораздо плотнее чем чулочная защита она имеет вот такие резиновые вставки то есть хорошо фиксируется на ноге и здесь вы уже регулируете вы можете регулировать степень затяжки на любую полноту ноги подогнать себе то есть она тоже идет в размерах четырех размерах но здесь еще можно регулировать то есть можно играться затяжкой она хорошо рассеивает силу удара поглощает удар и вы можете работать практически в полную силу но скажем так это защита для легких таких наработок ударов для полноконтактного хорошего спарринга она не совсем годится для спарринга вот моя защита которую я использую это уже более классическая тайская защита во первых видите она имеет здесь вот увеличенную защиту голени то есть она доходит почти под колено еще конечно в идеале чтобы она была здесь бывает защита вот сбоку то есть когда у вас наносят low kick попадая часто в колено и есть защита вот которая имеет вот здесь такое ухо специальное от ударов в колено чтобы не травмировать коленный сустав она также очень плотная здесь кстати толщина гораздо выше чем здесь раза два наверное плотнее толще чем вот эти накладки и эта защита используется именно тайцами для хороших таких спаррингов для хороших отработок ударов то есть можно гаситься в полную силу и у вас не будет никаких травм она уже идет не на липучке точнее не на резинке а вот так затягивается на липучке жесткая фиксация вот это классная хорошая защита для тайского бокса ну естественно вам нужно будет капа капа бывают двух типов это односторонняя и двухсторонняя в основном используют односторонний потому как в двухсторонней капе очень трудно дышать там небольшая прорезь под дыхание и там очень тяжело когда вы особенно отработали хотя бы несколько раундов у вас одышка и вам тяжело через эту щель дышать поэтому в основном используют одностороннюю верхнюю капу которая подойдет в принципе всем как варить капу и подобрать есть отдельное видео на канале и естественно тайские боксеры как и боксеры обычные классические любят очень прыгать на скакалке это моя скакалка она уже подгулявшая но вам тоже желательно иметь свою собственную скакалку потому как она во-первых должна быть вам подогнана по ваш под ваш рост то есть скакалки подгоняете под свой рост и желательно скакалка должна быть на подшипниках не берите со счетчиком не берите там с какими-то другими приблудами обязательно подшипник это хорошо она прокручивается не заплетается во время прыжков и в идеале чтобы она была с остальным тросом потому как трос ходит гораздо дольше чем резина либо полиуретан он быстро протирается вот эта вся экипировка которая нужна для тайского боксера надеюсь было полезно напоминаю что все весь инвентарь всю экипировку вы найдете на нашем сайте ссылочки будут все под этим видео также напоминаю что любые кардио тренажеры у нас доставка по украине бесплатная и шведские стенки металлические торговой марки ладос тоже мы доставляем бесплатно звоните заказывайте до новых встреч пока